Что такое диверсификация сегодня может объяснить даже школьник. Курс на развитие новых или альтернативных отраслей производства страна и область взяли несколько лет назад. В народе бы сказали, не стоит класть все яйца в одну корзину. Эксперты формулируют более развернуто. Та моноориентация региона на металлургическую индустрию, она все-таки в условиях глобальной проблемы, глобального кризиса металлургического, в том числе, она себе, конечно же, не оправдывала. И нам нужно, конечно, создавать новую индустрию, кстати, новую экономику пресловутую, которая будет позволить нам получать прибыль даже в условиях экономического кризиса. Итак, на кого можно положиться даже с оглядкой на кризис? Кто продолжает аккуратно пополнять областную казну? В лидерах малый бизнес и пищевая промышленность. С 2009 года они значительно увеличили прибыль. Продолжает развиваться машиностроение, значительно более весомый вклад сегодня делают строители. Разработка южноуральских недр активно набирает обороты. Еще несколько лет назад вряд ли бы кто-то всерьез стал сравнивать металлургию и пищевую промышленность. В этом году, и это новость из разряда открытий, пищевая промышленность совершила настолько мощный рыбок вперед, что стало едва ли не одной из самых доходных отраслей производства. Стоит оговориться, что металлургам по-прежнему будут уделять особое внимание. Сейчас они, как никогда, нуждаются в поддержке. Металлургия, как ни крути, у нас все равно очень важная отрасль на территории Челябинской области. Несмотря на то, что сейчас конъюнктура рынка плохая для металлургии, и прибыли в этой отрасли практически нет, даже мало того, что нет. И убытки на многих заводах есть. Есть заводы, на которых тяжелейшая ситуация, как и Задовский металлургический комбинат. Там не было реконструкции вообще. Тем не менее, мы ждем, что рано или поздно все равно рынок немножко может измениться в позитив. Рост доходной части бюджета во многом заслуга инвесторов. Работа по их привлечению в регион окупилась сторицей. Область сегодня один из российских лидеров по привлечению капитала. По тем данным, которые мы имеем, Челябинская область находится в первой десятке, наверное, регионов, которые наиболее активно движутся по пути устранения барьеров и по созданию наиболее привлекательных условий для инвесторов, это очень хорошо. Что касается машиностроения, то здесь диверсификация произошла внутри самой отрасли. Принцип не складывать яйца в одну корзину снова сработал. Если в прошлые годы делали ставку на промышленные гиганты, то сейчас убедились. Те же самые деньги может заработать не одно большое, а несколько маленьких предприятий. И если на одном из них вдруг дела пойдут неважно, остальные легко могут компенсировать недостаток бюджетных поступлений. Очень много новых, небольших машиностроительных предприятий, которые показывают высокий темп рост. За счет этих предприятий в целом машиностроительная отрасль показала не такое большое падение. Но есть и другие отрасли, которые могут стать для новой экономики новыми точками роста. Южный Урал, например, всерьез может претендовать на роль транспортно-логистического центра федерального уровня. И дело не только в том, что мы расположены в самом центре Европы. Главное, что есть люди, готовые воплотить эти планы в жизнь.